ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Федор Емельяненко – один из величайших и наиболее узнаваемых бойцов в истории этого спорта. Разносторонний стиль, неизбывная агрессия в ринге и безупречное поведение за его пределами сделали Федора главной звездой времен расцвета Прайд. Но даже сегодня каждый его поединок – это настоящее событие в мире смешанных единоборств. Примечательно, что параллельно карьере в ММА Федор много лет выступал в таком травмоопасном виде спорта, как боевое самбо, где четыре раза становился чемпионом мира. Именно по выступлениям в самбо можно примерно проследить, когда Емельяненко начал терять свою форму. В 2008 году он неожиданно уступил на чемпионате мира в Санкт-Петербурге, забрав бронзу, и больше в соревнованиях такого уровня он не участвовал. Первые поражения в ММА он потерпел двумя годами позже. В отличие от большинства спортсменов с такой репутацией, Федор всегда был объектом для охоты. Скромный по меркам тяжелого дивизиона габариты и вес давали другим бойцам повод думать, что им по силам его одолеть. Однако это не удавалось сделать никому на протяжении 10 лет. С 2011 года это будет первый раз, когда Федор проведет больше одного поединка за год. Сам боец уверен, что это положительно скажется на его форме, но 5,5 месяцев назад он перенес нокдаун. И не исключено, что в таком возрасте ему может потребоваться больше времени на восстановление. Федора часто упрягают в том, что значительную часть своей карьеры он провел в Японии, где не было дупинг-тестирования, но именно в США он одержал громкие победы над Марком Колманом, Тимом Сильвией, Андреем Орловским, Фрэнком Миром и Бреттом Роджерсом. Чейл Сонен же это не унывающий американский ветеран, победавший на своем веку немало взлетов и падений, но всегда остававшийся самим собой активным, задиристым и остроумным. Сонен одним из первых в ММА стал практиковать столь модный сегодня трэш-ток и стал первым бойцом, которому болтовня помогла обойти более достойных претендентов в титульной гонке. Чего ожидать от этого парня? Давайте попробуем разобраться. Американец провел 47 профессиональных поединков, это даже больше, чем Федор, но его достижения намного скромнее. Как минимум 20 из них прошли в полутяжелом весе и один в тяжелом. Основу боевого стиля Челл составляют боксы «Вольная борьба». Сонен в свое время был одним из тех бойцов, которые использовали ТЗТ. В 2014 году Челл объявил об уходе в отставку после второго провала допинг-теста. Проверка выявила наличие в организме американца двух запрещенных веществ. Вернулся в ММА Челл чуть более трех лет спустя и с тех пор дерется только с бойцами Старой Гвардии. В январе 2017 года он был задушен Тито Ортизом. Затем решением одолел Вандерлия Сильву и Куинтона Джексона. Емельяненко по-прежнему взрывной и обладает пушечным панчем с обеих рук, но, как и большинство тяжей его возраста, уже не так хорошо держит удар. В прошлом поединке весы по Соненам показали чуть меньше 101 килограмма, а Федор же в последнее время весил 107-109 килограмм. То есть, несмотря на то, что большую часть своей карьеры американец правил в среднем весе, а разница между ними не составит и 10 килограмм. Сегодняшний Федор – это практически на 100% боец Муай-Тай. В бою с миром он в кои-то веки продемонстрировал красивый бросок, но на настиле задерживаться не стал, позволив сопернику сразу встать. Обычно Федор держится на длинной дистанции и финтит левой рукой, пытаясь поймать соперника на встречном движении, но при этом часто допускает ошибки, застаивается перед соперником, предсказуемо атакует и опускает руки. Чел Сонен, в отличие от Емельяненко, остается уверен в себе. Он все так же много двигается и наносит много одиночных ударов или коротких комбинаций, и при первой возможности разрывает дистанцию и пытается завязать соперника. В борьбе Сонен всегда хорошо контролирует голову оппонента, и в любой момент может выйти на удушающий. Почти все его победы с Абмишином относятся к этой категории приемов, но именно в партере он потерпел и большую часть своих поражений. Данный поединок особенно интересен тем, что может дать ответы на многие вопросы, интересующие фанатов Емельяненко. Действительно ли все так плохо с его челюстью? Что осталось от грэплинга? Насколько хорош сегодня бензобак последнего императора? Чел Сонен же это сочетание высокого темпа в стойке и вязкой борьбы. По нему не так уж легко попасть, проще всего победить, навязав агрессивный грэплинг и тяжелее всего решением. И все эти три качества создают интригу с таким бойцом, как Федор, который сегодня, кажется, попросту не хочет невдумчиво планировать бой, не использует слабые стороны противника. Победа в этом гран-при может стать великолепным финалом его грандиозной карьеры, но ему уже давно нечего доказывать в этом спорте. Нам же остается запастись попкорном и ждать. А кто по-вашему победит в этом поединке? Свое мнение на этот счет пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.